Итак, еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. На Финам ФМ сухой остаток. Время подводить итоги недели. Собственно, именно эта тема нашей сегодняшней программы. Финансовые итоги недели. Что происходит на площадках финансовых во всем мире, и в российских, собственно, и на российских финансовых рынках, фондовом в частности, мы сегодня поговорим. Представляю моих гостей. Это Валерий Евдокимов, главный аналитик Норда Банка. Добрый вечер, Валерий. И это Олег Абелев, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Реком Траст». Добрый вечер, Олег. Добрый вечер. Значит, уважаемые слушатели, для вас я напомню на всякий случай 6510996, код Москвы 495. Это телефон студии, телефон прямого эфира. Сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы, касаемые происходящим событиям. Событий много на этой неделе, в частности, и сегодняшний день не оставил нас с вами без значимых событий и движения на финансовых рынках тому, собственно, подтверждение. Значит, 18.05 в Москве. Давайте я начну традиционно с картины маслом, что происходит сейчас на этих самых рынках. Итак, внимание. Давайте начнем с американцев. Они открылись, открылись полчаса как, и открылись, видимо, на реакции на сегодняшнюю статистику по рынку труда. Да, но в моменте, как минимум, мы смотрим сейчас, и, значит, такая, я бы сказал, давно не видел я такой картинки, извините. Доу Джонс теряет чуть больше процента, СНП 500 почти полтора процента, 1540 его текущая котировка, фьючерс снижается, и снижался и до открытия рынка, то есть все в красном. В красном. Наши не исключение, РТС теряет 0,8%, ММВБ чуть меньше 0,7%, и тоже, в принципе, все в красном цвете. Ну, выделяется отсюда только японский Nikkei 225, и он успел закрыться уже сегодня утром и прибавил полтора процента. Дальше смотрим на сырье и на Форекс. Нефть марки Brent торгуется ниже 105 долларов за бочку, золото пытается отвоевать уровень 1560, пока не очень это успешно, и евро-доллар после той же самой статистики уже выше 30-й фигуры. 1,3008 текущая его котировка. Набор голубых фишек отечественного рынка сегодня в основном в красном. Лидеров падения, я бы назвал, МТС больше 3%, 3% Роснефть. Далее почти 2% Росгидро, 1,5% ВТБ, Газпром, ну, скромно, минус 0,6%. Ну, в общем, все фишки, в принципе, в отрицательной зоне сегодня. Лучший рынок Сургутнефтегаз и Аэрофлот, ну, тоже по полпроцента прибавляет. Вот такова картина маслом на это время. Итак, что же происходит? Валер, ну, давай начнем с обсуждения сегодняшней статистики. Сегодня важный день. Статистика по рынку, который у нас в Штатах Америки, полтора часа назад вышла. Что там было интересного, на твой взгляд? Вообще, рынок, когда находится на самом верху, американский рынок сейчас находится на исторических максимумах с точки зрения индекса S&P. Конечно, рынок был настроен на то, чтобы статистика вышла по всем параметрам положительной. Она, как часто бывает, уходит такая половинчатая. То есть безработица, уровень безработицы снизился на 0,1% пункта, на до 7,6%. Кстати, это минимальный уровень безработицы за посткризисное время, если брать 2008 года. То есть здесь положительный момент. Но, с другой стороны, количество рабочих мест, которые ожидали порядка около 200 тысяч, вышло всего лишь в 88. Конечно, рынок, находясь на исторических максимумах, не может себе, по крайней мере, в моменте позволить реагировать положительно на такую половинчатую статистику. Поэтому, в какой-то степени, те люди, которые ожидали плюса, то есть имеются положительных статистик со всех точек зрения, они могут сейчас закрывать свои позиции частично с тем, чтобы зафиксировать какую-то часть прибыли. Это мы говорим о американском рынке сейчас, да? Это вполне естественно. Но дело в том, что общее настроение американского рынка и европейского тоже, оно распространяется на все остальные рынки. То есть это как волна. Поэтому мы на нашем рынке тоже видим аналогичную реакцию. А, с точки зрения, смотри, Олег, с точки зрения, ну, я так понимаю, основной идеи, которая в умах инвесторов долгие годы уже присутствует, будут, не будут, продолжат программу коллективных решений, да? Свернут ли в ближайшую перспективу? Вот с этой точки зрения, вот как эту статистику можно интерпретировать? Ну, по поводу программы количественного смягчения, мне кажется, пока все достаточно очевидно. Устами своего главы господина Бернанке было сказано, что два целевых ориентира, уровень безработицы в размере 6,5% и уровень инфляции на уровне 2,5%, пока эти показатели не будут достигнуты, соответственно, количественная программа будет продолжаться. Возможно, что, конечно, с течением времени, в связи с тем, что, скажем так, американский рынок в последнее время ведет себя достаточно нетипично, то есть мы видим, там, чуть ли не 8 недель подряд был рост, плюс было периодическое побитие исторических максимумов, по 8500 вообще двух пунктов не хватило, чтобы побить максимум. Понятно, что сейчас американский рынок, вот, на мой взгляд, он пребывает, как бы, что называется, между двумя такими большими периодами. Один период остался в прошлом, когда вот такой был активный рост и побивались исторические максимумы. Второй период должен начаться недалеко, как в понедельник, когда пойдет отчетность корпоративная за первый квартал 2013 года, и ее характер, в общем, во многом определит настроение, положение дела, состояние рынков. Не только американского, но и остальных, поскольку большинство рынков, в общем-то, и даже европейские, в какой-то степени являются ведомыми сейчас за американскими площадками. Если отчеты будут позитивные, то, я думаю, что мы, может быть, даже увидим очередные попытки пробить исторический максимум. И, с одной стороны, это, конечно, будет хорошо для тех инвесторов, которые еще желают немного подзаработать. Но, с другой стороны, если мы посмотрим, опять же, на рынок глазами Федрезерва, понятно, что столь существенный длительный рост цен на основные акции, на индексы, при одновременно наблюдающемся довольно явном бегстве в доллар, грозит том, что, по сути, регулятор будет сталкиваться с теми целями, которые он поставил себе в качестве основных ориентиров, а, может быть, даже чуть раньше по срокам. Именно это, кстати, повлекло за собой последние комментарии не господина Бернанке, а, по-моему, Чарльза Эванса и кого-то еще из управляющих директоров Федеральных резервных банков региональных о том, что, возможно, что количественная программа будет свернута и ближе к концу, не дожидаясь, вернее, конца 2013 года. Ну, там у них такой лагерь сложился тех, кто за продолжение КУЕ до конца года. Ну, как традиционно, да, ястребы и голуби там. Причем, что характерно, я хотел бы отметить, что впервые за долгое время, по-моему, несколько месяцев назад в комментариях к материалам заседания комитета по открытым рынкам вышла информация довольно интересная о том, кто как из глав Федеральных резервных банков голосовал. Они раньше эти данные никогда не давали. И, в общем, если раньше в Каменике подавалась новость о том, что решение было принято и вроде бы как единогласно, на самом деле там отнюдь нет никакой единогласности. И пока этот вопрос... Ну, минутки, как правило, да, когда публикуешь через пару недель, вот там всегда это голосование как раз. Валер, смотри, если опять говорить о неких глобальных движениях на финансовых рынках, ну, в зависимости от статистики, вне зависимости от нее, мы всегда, ну, какое-то время назад, может быть, да, мы всегда как бы выстраивали некие железные корреляции и говорили, вот есть риск, да, и доллар падает, и все уходят в этот самый риск. Или риск падает, и все уходят в доллар. Вот я сейчас в моменте просто смотрю, и абсолютно все вот так вот развенчано, да, винтики не работают. Раскоррелировано все. Если падение американского фондового рынка, можно, да, связать с тем, что инвестор там разочаровал статистикой и начинает фиксировать прибыль, уходить в доллар США. Если посмотреть на рынок валютный, то мы видим опять, ну, как бы противоположную ситуацию, да, сейчас продают доллары, покупают рисковые активы, ну, вот евро-доллар вырос, там фунт-доллар вырос. Ну, понятно, продолжается движение в паре доллар-иена, но это больше связано, можно сказать, да, идеями там японской экономики, японской монетарной политики. А, и цены на сырье. Вот в моменте опять мы видим, да, нефть валится, и, так сказать, промышленные металлы теряют в цене. Вот сейчас есть какие-то похожие глобальные идеи на рынках? Или все живут своей жизнью все же? Как ты считаешь? Я здесь все-таки склонен смотреть как на более, может быть, важный ориентир, ну, по крайней мое точка зрения, на курс евро-доллар. Как правило, когда происходит движение в сторону ослабления доллара, ну, рано или поздно, может быть, с каким-то временным лагом сырьевые активы начинают немножко подрастать. Соответственно, и развивающиеся рынки тоже привлекают больше интерес со стороны инвесторов. Вы правы, совершенно так, те корреляции, которые были раньше, они сейчас не всегда работают. Ну, правильно, потому что мы сейчас живем в такие времена, которых раньше не было. То есть центральные банки, нет такого прецедента в истории человеческой вообще цивилизации, чтобы центральные банки вот так координированно производили такую накачку ликвидности мировой экономики. Такого не было никогда, и сами центральные банки не знают и не уверены в последствиях своих действий, которые сейчас предпринимают. Поэтому, конечно, исторические ориентиры, они сейчас немножко начинают ослабляться, вот эти корреляции исторические не всегда не работают. Но к чему-то надо, на что-то надо обращать внимание. Вот с моей точки зрения, вот я еще раз повторюсь, все-таки это пока евро-доллар в первую очередь. Такой индикатор, что называется. Да, в большей степени, да. Хорошо, спасибо, сейчас мы прервемся, новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, мы продолжаем эфир, сухой остаток на Финам.ФМ. Подводим финансовые итоги недели, сегодня пятница, это вполне логично. Напомню, сегодня в гостях Валерий Евдокимов, главный аналитик Нордея Банка, и Олег Абелев, руководитель аналитического отдела национальной компании Реком Траст. Значит, сегодняшнюю статистику обсудили. Статистически много было, в принципе, на всей неделе, да. Достаточно вспомнить заседание центральных банков, крупнейших, и Банка Японии, и Банка Европейского, и нашего родимого отечественного банка. Все были озадачены изменением монетарной политики, видимо, ну или каким-то образом ее корректирование. Никто ставку не изменил, а вот динамика на валютных рынках абсолютно разная. Я, с вашего позволения, хотел бы сейчас услышать, как вы вообще, как вы считаете, да, вот нынешние движения рубля, ослабления рубля по всему фронту, что называется. Ну, против доллара вчера мы увидели локальный максимум в районе 31.80, а евро, рубль сегодня показывает какую-то просто сумасшедшую динамику, ну, в плане ослабления рубля против евро. Чем это обусловлено? Ну, прежде всего, и во вторую очередь, в третью. Олег, как ты считаешь? Ну, если по порядку говорить, то, скажем, начиная с пары евро-доллар, я думаю, что, объективно говоря, вот то последний период времени, когда еще некоторое время назад рубль и доллар около 30 находились, это все-таки был объективно довольно сильный уровень для рубля. И понятно, что при уверенном начале бегства в доллар, после того, как, скажем, цены на основных долговых рынках и цены на сырьевых площадках стали вести себя, ну, достаточно определенным образом, стало понятно, что в течение какого-то периода времени, и это было только лишь делом времени ЦБ, российский начнет осуществлять какие-либо интервенции для поддержания курса. То, кстати говоря, что он и делал на протяжении нескольких месяцев в прошлом году, в 2012-м, по-моему, это было в апреле и мае, как раз-таки ровно год назад. Поэтому отнюдь неудивительно, что доллар крепнет не только к рублю, он крепнет, по большому счету, и к другим валютам. То есть этот доллар крепнет, это не рубль падает? Я думаю, что говорить, скажем так, о падении рубля как о первоочередной причине, наверное, не очень правильно. Я бы отталкивался от доллара. Если мы говорим о паре евро-рубль, то здесь, наверное, опять же, стоит отталкиваться от евро, поскольку после того, как прошли на этой неделе заседания центральных банков и ЕЦБ, и Банка Англии, по большому счету, из всех заседаний, российские я не беру, да, новая информация, такая кардинально новая, пришла только из Японии. Но об этом там можно потом очень подробнее сказать. А что касается ЕЦБ, то господин Драги довольно четко дал понять, и посыл был таков, что кипрская история не должна распространяться, потому что понятно, что еврозона боится такого прецедента. И это отнюдь не является каким-то таким, ну, по крайней мере, так давалось понять, что это отнюдь не является такой катастрофой для региона. И в связи с этим ЕЦБ не стал ничего менять со своими ставками, по-прежнему они на достаточно низких уровнях, я бы сказал, даже на рекордно низких уровнях, и, естественно, на этом фоне, казалось бы, по идее, при низкой ставке валюта должна укрепляться, но, тем не менее, сейчас валютный рынок, на мой взгляд, он такой, производит некое впечатление производного от тех событий, которые происходят как раз-таки на заседаниях ЦБ. И здесь два фактора, которые уравновешивают вот курс европейской валюты. С одной стороны, это заседание ЦБ, а с другой стороны, то, что пока, ну, я склонен верить к тому, что все-таки не до конца, поскольку все равно к этому вопросу еще придется вернуться. Пока временная история с Кипром, скажем, отошла на второй план, хотя она с повестки дня не ушла. И вот эти две, скажем, группы новостей, да, они таким образом влияют на европейскую валюту. Мне кажется, стоит отталкиваться скорее от евро. Я, знаете, еще немножко отвлекусь, Валер, Олег, я хочу посетовать на то, что мы с вами, ну, так уж устроен наше с вами взаимодействие, не так часто встречаемся в эфире, и мы не успели с вами порассуждать на тему Кипра. Мне это очень печалит, на самом деле, потому что многие мнения я ваших коллег здесь выслушал, а вот вашего не успел, к сожалению. Ну, как говорится, никогда не поздно. Никогда не поздно, ну да. Ладно, сейчас к этому вернемся, опять поговорим о Европе в целом, ну, тем не менее, о рубле, Валер, в твоем мнении, что происходит сейчас с рублевым рынком, связано ли это с изменениями монетарной политики Центрального банка Российской Федерации, или это вещь вторичная какая-то, новая глава, тем более, да, мы ее тоже обсуждаем. Я бы только дополнил своего коллегу, такими более локальными причинами, я считаю, что некоторый потенциал снижения рубля сложился еще в конце марта из-за снижения цен на нефть, в частности. Но поскольку был период налоговых выплат, это немножко задержало этот момент ослабления. Вот этот потенциал сейчас, он как раз реализуется. Кстати, я с тобой согласен, да, буквально 1 апреля началось, закончится налоговый период, и мы видели сразу выстрел. Ну, я не думаю, что это будет какая-то серьезная тенденция, скорее всего, мы просто вступим сейчас в некоторую полосу повышенной волатильности, и вот наша, как бы, точка зрения имеется, официальная, нашего банка по валютному рынку, что мы считаем, что сейчас мы где-то будем колебаться в районе 31 рубля за доллар. Потом это все более-менее успокоится, и мы где-то плавно-плавно можем вернуться к концу года, где-то, да, на уровне примерно 30, фигура 30 примерно будет. Ага, ну это, да, я, позиция понятна, по крайней мере, единственное, что вот я хотел бы уточнить, да, на ваш взгляд, дальше 32, там далеко 33, 35, вот такие сценарии вы не рассматриваете? Вполне возможно, теоретически, потому что, вот как с Кипром, все произошло неожиданно, вдруг что-то где-то произойдет точно так же. Ну, мы всегда делаем оговорку, если вдруг что-то, да, вот такое глобальное. Но при этом надо понимать, что сейчас ликвидности на рынке довольно много, и, конечно, вот этот объем ликвидности, и все-таки продолжающийся экономический рост и в Америке, пусть небольшой, и в Китае, он поддерживает цены на нефть. Все это в совокупности поддерживает цены на нефть, и вряд ли будет падение сильное. Я понял. Я объясняю. Значит, если мы говорим о, скажем, вот какой-то взаимосвязи, которая наблюдается на американском рынке, если мы говорим о валютном рынке и о долговом рынке, то в первую очередь, конечно, вот вы могли заметить и на протяжении предыдущего, наверное, квартала, или не квартала, а последнего квартала предыдущего года, после того, когда временно были локальные всплески роста спроса на американские долговые бумаги, это всегда говорит о том, что некая все-таки степень надежности к доллару, она увеличивается, некая степень доверия к доллару, как к надежной валюте, она увеличивается. И это понятно. Будучи основной валютой в валютных резервах большинства стран, выбора у инвесторов большого нет. В то время, когда цены на инвестиционные инструменты и активы, которые номинируются в долларах, могут резко начать свое снижение, ну, по разным, не только экономическим, но и геополитическим событиям, мы видим, что сейчас абсолютно нестабильная ситуация и на Ближнем Востоке, мы видим, что и золото, кстати говоря, как актив последние 12 лет, год к году все-таки показывает рост. Где-то больше, где-то меньше, но растет. И понятно, что спекулятивная составляющая на этом рынке тоже довольно высока. Как только она дойдет до определенного момента, до определенной черты и начнутся продажи, естественно, это повлечет за собой рост спроса, в том числе и на долговые бумаги, и, естественно, рост... Доллар совершенно. Будет сделать вывод, сколь сильно влияние цен на их, собственно, финансовые результаты. Ну, посмотрим. В принципе, предыдущий вот сезон за четвертый квартал, он был крайне оптимистичный. Я очень давно не помню, чтобы такой оптимистичный был сезон отчетов. Из 700 компаний, которые отчитались, ну, более-менее крупных, да, где-то порядка 85-86% показали прирост прибыли и выручки. Это феноменальный результат, при том, что мы все говорим о турбулентном рынке, о неопределенностях и так далее и тому подобное. Так что посмотрим. Я, честно говоря, не ожидаю такого позитивного сезона отчетности вот за итогу первого квартала, но крайне важно посмотреть будет именно на нефтяные бумаги, нефтяного сектора и на металлургические. Алко вот первый по традиции даст. Собственно, да, со следующей недели начинается, первый как раз будет отчет компании Алкова. Ну, в связи с этим, вот мы начали, да, программу, я, так сказать, общий взгляд такой бросил на текущую диспозицию. Брэд ниже 105. Вот она снижается. На чем она снижается? Ну и вообще сырье, да, я смотрю. Вот никель тоже дешевеет, алюминий дешевеет. О чем это основано? Сейчас-то почему в моменте мы видим вот такое вот движение? Я думаю, что это все-таки связано с общим таким восприятием вот этого неоднозначного отчета по безработице, который сейчас вышел. То есть это создает некоторую неопределенность для инвесторов. Хотя, если вспомнить вот последние отчеты, которые выходили, они часто становились предметом ревизии. И ревизия в лучшую сторону. Поэтому то, что сейчас вышло, не исключено, что через месяц ревизия будет лучше. Даже если посмотреть, например, данные по ОВП США, например, за четвертый квартал. Первое чтение было минус 0,1%, второе было 0,1%, а третье уже окончательное 0,4%. Поэтому надо быть готовым по сюрпризам. Я думаю, что... Я скорее оптимист и думаю, что скорее всего эти данные будут пересмотрены в лучшую сторону. Буквально только два слова по поводу нефти. Мне кажется, что как раз-таки то, что цены начали такой понижающий тренд. До этого, пребывав довольно долгое время в тренде боковом, это свидетельство реализации и избавления от как раз-таки спекулятивной составляющей в цене на бренд. А если мы говорим о WTI, то если мы посмотрим на запасы нефти и дистиллятов в Соединенных Штатах, то по ряду товарных групп, по-моему, по нефти как раз-таки с 90-го года, то есть за 23 года, это максимальный объем запасов. Поэтому, в общем, наверное, тоже не стоит этот фактор учитывать. То есть повод есть, да? Да, возможно, что, кстати, WTI будет вести себя более, скажем так, волатильно. Возможно, что даже мы увидим незначительный рост в связи с традиционным началом сезона отпусков. Где-то это начинается со второй половины мая. И, наверное, запасы должны немножко начать снижаться. И, наверное, это должно повлиять на рост цен по марке WTI. Но нас, как россиян, больше волнует другой сорт. А там пока, мне кажется, избавление от спекулятивной идет составляющей довольно сильнее. Потому что она была очень велика, по разным оценкам, от 15-25% до начала этого бокового диапазона, несколько месяцев назад. И сейчас, в общем, мы видим... Ну, смотри, известно, спекулятивная составляющая, когда от нее избавляется рынок, это все приводит к повышенной волатильности и к резким движениям ценовым. Вот сейчас 104 уже, да? Ниже 105. И куда это может привести? Ну, я думаю, что сейчас диапазон 100-105, он довольно четко очерчен, да? Технически даже. И понятно, что 100 – это будет нижняя граница. Пожаим увидим. Ну, дай бог. Хорошо, еще раз слушаем новости на Финам.ФМ. Потом продолжим наш разговор. Продолжим. Продолжим наш эфир. Напомню, уважаемые слушатели, в эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях Валерий Евдокимов, главный аналитик Норда и Абанка. И Олег Кабелев, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Рекомтраст». Подводим финансовые итоги недели. Ну, и сейчас время посмотреть на российский фондовый рынок. Что происходит там? Хотя вопрос, конечно, в большей степени риторический, потому что там практически ничего не происходит. Ну, динамика, тем не менее, если говорить о динамике, она очевидна. Забавно. Ну, ладно, слово вычеркну это. Принимаем это как данность. То есть, да, о корреляциях мы уже говорили, да, рынок разбалансированный. Ну, и смотрим, от чего зависит сейчас динамика на российском рынке. И нет однозначного ответа. У меня точно нет однозначного ответа. Как у вас, Валер? Как ты считаешь, что происходит на российском фондовом рынке? И какие ближайшие, по крайней мере, на свой взгляд, перспективы у него? Ну, с моей точки зрения, здесь действуют сейчас две, можно сказать, такие, две причины. Первая – это общая причина, которая касается всех развивающихся рынков, поскольку экономический рост в развивающихся странах стал замедляться. Это произошло не вчера. И происходит отток средств, отток средств инвесторов с этих рынков. Это не только России касается. Это касается и других стран БРИК, и не только стран БРИК. Это первая причина. И вторая причина, я думаю, что здесь влияние вполне возможно Кипра, потому что связь России и Кипра – это не секрет. И, в общем-то, вполне возможно, что инвесторы не в состоянии сейчас оценить из-за возникшей неопределенности с Кипром возможный ущерб для тех или иных компаний. Ну, в частности, банк ОТБ имеет там свой дочерний банк. Никто не может сказать, в какой степени, как это все коснется. Мы только узнаем данные по ОТБ, имеется в виду, в отчетности увидим. Только, может быть, во втором или в третьем квартале. Через полгода только. Как минимум, ОТБ сейчас падает. Да, то есть, например, для инвесторов, которые рассматривают ОТБ, для них возникает элемент неопределенности. И, ну, те, у кого, может быть, нервы более слабые, предпочитают сейчас продать. Вполне возможно. И, может быть, еще какая-то третья причина. Вполне возможно, что у кого-то могли деньги какие-то там застрять на том же Кипре, не хватает кэша. И в том числе могут таким образом, так сказать, с нашего рынка изымать деньги, продавая акции, с тем, чтобы пополнить кэш для того, чтобы вести какие-то свои операции. Я понял. То есть, вот такие, да, внутренние. Ну, и как ты, собственно, и проанонсировал, а мимо Кипра не прошли. Я вспоминаю вот наши предыдущие эфиры. Меня спрашиваете о том, что происходит на фондном рынке, ну, с постоянной периодичностью. Я заметил за собой, что я с той же периодичностью отвечаю две вещи. Первое — отсутствие объемов. Это уже как данность. И второе — то, что, на мой взгляд, это уже локальная именно новость применительно к текущей ситуации, о том, что сейчас как раз-таки идет ожидание сезона отчетности в Соединенных Штатах. И во многом, конечно, мы как рынок ведомый пойдем туда, куда пойдут индексы США. А если говорить о ситуации с Кипром, то я позволю себе несколько цифр привести. После той, мягко говоря, истерии, которая появилась в высших эшелонах власти и среди довольно большого количества крупных институциональных инвесторов, которые являются владельцами счетов кипрских банков, по некоторым подсчетам стало понятно, что общая сумма средств на депозитах кипрских банков — примерно, ну, там разные диапазоны назывались, от 65 до 85 миллиардов евро. Соответственно, сумма, которая могла бы быть затронута данными нововведениями налоговыми, составляет порядка от, опять же, да, разные назывались оценки, от 3 до 6,5 миллиардов евро. И, конечно, говорилось о том, что это колоссальная сумма, что это, ну, прямой удар, скажем так, по многим российским юрлицам. Вот, но для сравнения приведу цифру оттока капитала из России за последние несколько лет. Значит, у нас в 2011 году утекло 84 миллиарда, в 2011 утекло 56. И уже... В 2012. В 2012, извините. И уже вот за первый квартал ожидается порядка 12. Если мы это сложим, мы получим две абсолютно несопоставимых цифры. То есть, конечно, неприятно, конечно, масштаб этого события, он потрясает, но потрясает даже не объемом денежных средств, а тем, что создан прецедент. Да, самим фактом. Я, в общем, не устаю повторять, тут не столь даже важны денежные средства, их объемы, поскольку те страны Евросоюза, которые, в общем, инициировали подобную меру, они, конечно, тоже, наверное, имеют некоторые счета в кипрских банках, и, может быть, даже они больше, чем счета российских конечных бенефициаров. Но важен сам прецедент. То есть, тот факт, что, когда мы говорили, скажем, о Греции, и спасалась экономика Греции, и Евро-тройка давала около 250 миллиардов евро на спасение Греции, потому что вопрос стоял о дефиците государственного бюджета. А когда мы говорим о Кипре, речь идет о 17 миллиардах евро. То есть, это абсолютно разные порядки. Только там проблемы заработал банковский сектор, активно инвестировал в высокодоходные греческие банды, хотя, в общем-то, их этого никто делать не заставлял, но они этого делали. А здесь абсолютно другая история. То есть, это, наверное, такой политико-экономический вопрос, который уже лежит даже сугубо не в экономической среде. Мы вот с коллегой до эфира беседовали, и я задал вопрос. А, собственно, кто заставлял крупнейшие кипрские банки покупать в таком количестве и объеме, высокодоходной, ну, понятно, что доходность, да, в таком объеме греческие банды, греческие облигации? Ну, вряд ли в данном случае доходность была единственным, так сказать, поводом. Но я думаю, что это был один из основных поводов. Ну, плюс, конечно, и политическое единство, и родство народов, и так далее, и тому подобное. Кипр, Греция, и так далее. Но мы заметим, что те же банки и немецкие, и французские, они тоже явились бенефициарами, держателями, вернее, некоторых греческих облигаций, там, ряд выпусков. Но все-таки это был не 80% их портфеля. И когда стало понятно, что пузырь, в общем-то, был надут тем, что были высокие ставки по депозитам, средства были привлечены, они были направлены в банды, а эта проблема оказалась сугубо банковская. И понятно, что прецедент создан именно здесь. То есть, если мы посмотрим на те страны в еврозоне, где объем банковских активов превышает ВВП в десятки раз, кто у нас ближайшие прецеденты? Ирландия, Мальта, Люксембург. В Люксембурге вообще объем банковских активов превышает ВВП в 22 раза, так, к слову. А на Кипре всего лишь в 7. То есть, вот что страшно. Важна сама, страшна сама прецедентность этого события. И неспроста первая фраза, с которой начал свое заседание представитель ЕЦБ Драги, он начал не с оставок, он начал не с курса денежно-кредитной политики. Это ты про четверг говоришь, да? Да, он начал с того, что мы постараемся сделать все, чтобы это не стало прецедентом и не распространилось на другие страны, пусть даже и периферийные, и проблемные. Потому что он понимает, чем это грозит. Вот мне кажется, такая ситуация. Ну, и тем не менее, российский рынок-то падает. Вот Валера изложил свое мнение, ведь связь-то очевидная, российский рынок падает. Российский рынок падает. Я думаю, связь есть, но это отнюдь не, скажем, первостепенная причина. По мне, основная причина это вообще отсутствие объемов. Это я уже неоднократно говорю. Причины отсутствия объемов разные. Это и недоверие к рынку, это и отсутствие большого количества корпоративных идей, если мы говорим о фундаментальном инвестировании. И это, конечно, постоянные ожидания, причем негативные ожидания, опасения снижения рынков США. Потому что после 8 недель, уже вот 9 неделя пошла роста, да, вот недавно, только несколько дней прекратился рост. Понятно, что вероятность снижения, она все больше и больше. И поэтому я говорю, что если мы увидим отчетность, скажем, неплохую, и она опять заставит индексы расти, то, с одной стороны, это будет неплохо, а с другой стороны, это будет не очень хорошо, потому что после этого вполне возможно довольно существенное снижение вниз. И наш рынок на его небольших объемах способен довольно сильно провалиться, уйти там, скажем, к 1450 по МВБ, на котором мы почти два квартала прошлого года проболтались, да, говорят? Провели, провели, да, простояли. Вот, можем туда и вернуться. Вот, собственно, это и вызывает наибольшие опасения. Я понял, я понял. Ну, возвращаясь к отечественному рынку, вот, и учитывая все, да, о чем вы уже сказали, тем не менее, внимание какое-то, вот, Валер, на твой взгляд, что-то привлекает на отечественном рынке внимание инвесторов? Что-то? Может быть, какие-то действительно локальные идеи существуют? Или рассматривать надо именно так, да, что сейчас все, в принципе, не очень хорошо, и снижаемся, кто-то вынимает деньги, кто-то, да, опасение продолжения, да, вот этого кризиса, соответственно, тоже пытается закрывать позиции, да, интереса нет, капитал утекает. Я хотел бы обратить внимание на следующий момент, на нашем рынке стали появляться интересные тенденции, которых, ну, с моей точки зрения, раньше они были, может быть, но они, их было меньше, и не так они заметны были. Что я имею в виду? Некоторое селективное поведение отдельных взятых акций, которые не всегда совпадают с рынком. Я имею в виду, скажем, например, акции «Магнит», обратите внимание. Несмотря на все перепития, которые сейчас испытывает рынок и экономика, компания показывает хорошие результаты финансовые, и акции растут, они сейчас находятся на исторических максимумах, и продолжают расти, вот я сейчас смотрю, несмотря на то, что рынок падает, примерно полтора процента роста. Акции от нефти, ну, не на исторических максимумах, но очень близко, то есть тоже они не падают. Ну, и можно другие примеры привести, тоже Сбербанк, хороший результат, очень показывает, тоже не на исторических максимумах, но тоже все очень близко. Для развитых рынков вот такое поведение, ну, это в достаточной степени характерно, когда действительно рынок может в целом двигаться в одном направлении, но какая-то группа акций, какая-то группа компаний может двигаться совершенно в другом направлении, именно исходя из своих фундаментальных показателей. И я очень оптимистично смотрю на то, что на нашем рынке стали появляться такие явления. Вполне возможно, что вот такой выбор отдельно взятых акций, отдельно взятых лидеров, он все-таки будет в ближайшее время больше привлекать внимание инвесторов, мне кажется. То есть это все-таки тенденция, это не локальный случай? Мне кажется, что это начинается вот такая тенденция, она пускай небольшая сейчас, но вот... Потому что я вам предположу, например, может быть, да, это объясняется тем, что, ну, основной... Основные идеи негативные, да, рынок падает, собственно, все, что мы с вами обсудили уже, оно превалирует в сознании инвесторов, но он начинает искать. Это говорит о том, что на рынке присутствует рационализм в любом случае. То есть это не просто общее какое-то, знаете, вот порыв, общий порыв, все продавать или все покупать. А все-таки, несмотря на то, что существует какая-то волна, существует ответвление от этой волны, которое руководствуется именно чисто рациональным подходом к оценке тех или иных вот акций, например, в частности. Это позитив все-таки, да? Да, это большой позитив. Ну, я просто хотел бы сказать, что если мы посмотрим на те тенденции, о которых вот мой коллега говорит, я абсолютно согласен с тем, что это принадлежность к развитым рынкам. На американском рынке это очень часто проявляется, чуть ли не ежедневно. Но мне думается, что помимо рационализма, о котором коллега сказал, все-таки это еще и реакция на какие-то корпоративные новости. Я не хочу сказать, что идеи, потому что у нас сейчас на рынке, мне кажется, главенствует принцип, знаете, на безрыбье рак рыбы. То есть даже небольшие какие-то с точки зрения влияния на финансовые показатели, не слишком влиятельные новости с точки зрения влияния на финансовые показатели, уже способны поднять бумагу вверх. А если мы видим постоянный позитивный фон, вот скажем магнит, постоянный позитивный фон по бумаге, ну тут причины разные бывают, это эффект масштаба, и постоянное экстерриториальное развитие сети и так далее. Это уже не надо, не будем углубляться в бизнес, да, эмитента. Но если есть постоянный позитивный фон, то он играет роль щита защитного при снижении основного количества бумаг. И это как раз-таки является принадлежностью к уже не совсем неразвитым, я не назову развитым, но от развивающихся в сторону развитых рынков. Речь не вальчика, но в уже, да, как в таких случаях. Да. То есть мы уже похожи на взрослых. Раньше росли только те бумаги в периоды общего падения, ну и наоборот, соответственно, которые бы дали очень сильные инвестидеи. Сейчас многим инвесторам просто надоело глядеть на постоянный флэт, на постоянный боковик или на коррекцию, и они пытаются зацепиться даже за не слишком позитивную идею, просто за какую-то локальную новость. Я понял. Я понял. Хорошо. Еще раз прервемся. Новости на Финам.ФМ. Потом продолжим. Ну что ж, друзья, последняя часть эфира. 12 минуточек у нас осталось. Напомню, мы подводим финансовые итоги недельные. И в гостях Валерий Евдокимов, главный аналитик Нордая банка. И Олег Абелев, руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Реком Траст». Итоги более-менее понятные. Событий много, движений много. Какие-то более очевидные, какие-то менее очевидные, какие-то более оправданные, какие-то не очень. Но нельзя, наверное, обойти вниманием и, может быть, не так близкую нам, не так понятную, но, по крайней мере, интересную историю, связанную с финансовыми рынками и вообще с экономикой Японии. Начнем с того, что недалее как в четверг на этой неделе заседал Банк Японии. Выступил уже, да, приступил к своим обязанностям новый глава этого банка. Выступил с, я бы так сказал, с яркой речью, где еще раз, да, конкретно поставил цели, задачи, определил, все там понятно было. Цифру назвал там астрономическую, в иенах особенно, да, 7 триллионов иен, говорит, вот это наше монетарное, знаете, количество, Куе-3, Куе-3 наш, такой вариант японский. Ну и 2-процентную инфляцию нарисовал, через 2 года будет уже все в шоколаде быть. Вот очень хотелось бы, да, ваше мнение, услышать, Олег, что там происходит. Ну, что касается Японии, здесь вообще ситуация, она достаточно сама по себе, достаточно удивительная. То есть в условиях колоссальных проблем и опасений разгона инфляции, когда практически все, вот как говорил мой коллега, Центральные банки мира вне Японии активно занимаются эмиссионных накачкой и активно занимаются тем, что стимулируют, ну, опосредованно в том числе и, скажем, валютно-торговые, обменные операции, пытаются каким-то образом оживить промышленное производство, экономический рост. У Японии проблемы абсолютно другие. Страна столкнулась с дефляцией еще с начала 90-х годов. Причиной этому стал довольно глубокий структурный экономический кризис. Он берет свои корни еще в конце 80-х. Страна столкнулась с тем, что в условиях, когда необходимо привлекать денежные средства, по сути, Центральный банк был в течение долгого времени, ну, скажем так, связан по рукам и ногам, тем, что существовало жесткое ограничение. Вот сейчас, кстати, оно начинает действовать что-то похожее в Китае, когда Китай вводит ограничения на рынке недвижимости, препятствуя надуванию спекулятивных пузырей. Но в связи с этим, с таким вот, скажем, опосредованным и таким закрытым состоянием развития экономики, Япония пришла к тому, что столкнулась как с позитивными, так и отрицательными сторонами. Позитивная — это крайне низкий уровень безработицы, около 4%, чуть выше. А негативная сторона — это колоссальная потеря японской промышленности, потому что основную долю, которую ВВП, вклад Японии делают, собственно, основные игроки национальные — это экспортеры. И понятно, что курс национальной валюты, если он, конечно, чересчур высокий, это, конечно, для экспортеров хорошо, но на внутреннем рынке спрос на продукцию будет несопостоимо снижаться. И здесь вот Япония, она как бы между двух огней находится. То есть так отрегулировать курс иены, чтобы, с одной стороны, и национальные игроки, которые, по сути, формируют доходную часть бюджета, остались в плюсе. И в то же время, чтобы сильно не пострадал дефицит, скажем, да. И здесь мы, конечно, приходим к тому, что вот это вот объявление, которое сделал глава ЦБ новый, по сути, беспрецедентное сделал заявление. А я напомню, что Банк Японии будет заниматься выкупом активов с рынка практически по всей кривой доходности облигаций. И это будет сделано не на сумму в полтора триллиона долларов, я с вашего последствия сразу в доллары переведу, а на 3,2. То есть это, конечно, не 85 миллиардов долларов в месяц американских выкупов, но это сопоставимая сумма, это очень сопоставимая сумма. И здесь крайне важной, я бы сказал, даже основной проблемой становится история с возможностью надувана того самого пузыря, которого японцы традиционно очень боятся. И это и менталитет японский, и это и, в общем-то, тесный симбиоз экономики с политикой. И вот неспроста уже многие японские аналитики и японские брокеры заявили о том, что они, конечно, поддерживают курс на крайне ультрамягкую монетарную политику, но очень опасаются того, чтобы не начал надуваться вот этот вот спекулятивный пузырь. Через это японская экономика уже проходила в 80-е годы, и, конечно, не очень не хочется туда возвращаться. И последний момент, чтобы закрыть тему Японии. Если мы посмотрим на соотношение уровня госдолга, причем не внутреннего, а внешнего госдолга Японии к воловому внутреннему продукту, оно крупнейшее в мире, порядка 230%. То есть, по сути дела, страна столкнулась с такой ситуацией, когда активно занимая под достаточно низкие ставки на внешних рынках, она тем самым увеличивает свой долг, который состоит не только из государственного долга, но и долга тех инстаналов, основных участников рынка, предприятий, компаний и других юрлиц, которые, в общем-то, структуры экономики составляют. И здесь нужно абсолютно четко понять, до какого периода Центробанк будет заниматься выкупом этих активов. На год уже они продлили этот срок, вполне очевидно, что их может остановить именно увеличение этого показателя, имеется в виду госдолг. Посмотрим, поживем, увидим. Но я думаю, что резкое снижение курса иены, конечно, им не избежать, и какие-то потери экспортеры, конечно, понесут. Ну, если уже говорить о курсе иены, действительно, динамика-то вполне осязаемая, практически без коррекции идет иена. Ну, вот, после вчерашнего, после четвергового, точнее, заявления, да, коррекция наблюдалась. Ну, а сейчас вновь я смотрю на пару доллар-иены как раз, вот в моменте опять новый хай, выше 97 уже. Ну, что характерно, кстати, когда все азиатские площадки сегодня утром открывались и торговались, я специально посмотрел, все, кроме Японии, были в красной зоне и в минусе. Ну, Китай не торговался, был закрыт, а все основные индексы снижались, одна Япония там, ну, понятно, вот, собственно, на этом фоне и росла. Ну, и так вот она осталась в одиночестве практически, в зеленом цвете, все остались красненькие. Так, хорошо, спасибо, значит, с Японией тоже разобрались. Ну, и последние пять минут у нас остался эфир. Давайте, Валер, мы поговорим о неких ближайших перспективах, ну, прежде всего, с российского, все-таки, да, с российской точки зрения, российского рынка. Вот, ну, и ближайшие перспективы событий на мировых площадках, о которых мы, в принципе, уже начали говорить, проанонсировав, да, начало следующей недели сезона четвертости в Америке. Ну, здесь всегда, здесь придется вернуться, опять-таки, к американскому рынку, потому что, уже, как мой коллега сказал, правильно выразился, что наш рынок все-таки является ведомым. В отношении американского рынка ситуация здесь пока складывается следующее. Ожидание по компаниям S&P, которые входят в индекс S&P 500, ожидание темпов роста прибыли по отношению к первому кварталу прошлого года, вот в этом квартале, который, здесь разные оценки есть. Самое последнее, что я видел, примерно от минус 2% до плюс 1,5%. Но вполне не исключено, что в процессе выхода отчетов ситуация может меняться, и меняться, скорее всего, в лучшую сторону. Пример, четвертый квартал этого года, когда, вы помните, в конце года ситуация очень накачивалась в целом из-за проблем американских, имея в виду fiscal cliff и так далее, сложились значительные такие негативные ожидания. Но, тем не менее, на начало января ожидали отчетность, ожидали темпов роста прибыли компании S&P 500 порядка 2%, а в итоге завершили плюс 8%. Видите, какой разброс. Поэтому вполне возможно ожидать положительных сюрпризов со стороны отчетности крупных американских компаний, которые, в принципе, являются индикатором положения дел мировой экономики. Потому что, как они работают, в общем-то, не только в США, и в значительной степени по всему миру. Валерий, ну, в этом случае, извини, ты говоришь, рынок российской реакции ведомый, ну, это очевидно. Если будет позитив на американских рынках, есть надежда, что и мы подрастем на этой форме? Да, я считаю, что, скорее всего, вот эти кипрские, как бы, кипрская беспокойность, которая возникла за последние недели, она сейчас уже начинает, скорее всего, она ослабнет в ближайшее время. И на фоне, если там будет позитив в Америке, то мы можем опять, так сказать, начать движение вверх. Вполне возможно. А сам американский рынок, ну, тут разные оценки есть. На конец года, 2014 года, по S&P, это, может быть, уровень 1570, примерно, это где-то нижние оценки. Ну, если брать, конечно, оптимистичные, я не беру, и пессимистичные варианты. И где-то даже аж до 1700, такое тоже возможно. Ну, да, это нормально. Ну, это оценки пока, надо ясно понимать. И вполне возможно, что, если это все так произойдет, и отчетность компании окажется значительно лучше, то, в общем-то, мы по нашему рынку можем видеть очень такие неплохие значения по индексам основным. Олег, одну секунду, я просто, вот, в продолжении Валеринова разговора, я смотрю на текущую ситуацию в S&P, закрывается, ну, он открылся с гэпом, да, почти процент, закрывается гэп, и они продолжают расти, в принципе, ничего их особенно не огорчает. Олег, я хотел просто на все-таки какой-то позитивной ноте, мы уже близимся к завершению. Ну, да, безусловно, пятница не будет. Да, вернуться к российскому рынку с рынка американского и напомнить об одной маленькой истории под названием дивидендная история. У нас все-таки апрель месяц и май месяц, первая половина мая, это будет массовое активное закрытие отсечек реестров, и, соответственно, после закрытия этих отсечек желающие могут по, скажем, маржинальным бумагам заработать и на снижении, поэтому идеи все-таки есть. Дивидендные бумаги, несмотря на то, что общая конъюнктура рынка пока крайне неопределенная и такая вялость, тем не менее тенденция, слава богу, российских эмитентов на периодизацию выплат и на увеличение значения дивидендной доходности остается, она присутствует, и по сравнению с предыдущими годами их количество, которые платили достаточно ощутимо высокую дивидендную доходность, увеличилось, и поэтому по ряду компаний, таких как там Башнефть, Сургутнефтегаз, Магнит, Сбербанк, Лукоил, мы вполне можем ожидать довольно-таки неплохих дивидендных выплат, что должно, в общем-то, на мой взгляд, в ближайшие несколько недель подстегнуть рост спроса на эти бумаги. Поэтому, мне кажется, этот фактор тоже со счетов сбрасывать не стоит. — Да, ну то есть это еще один фактор, я бы так сказал, да, ты правильно сказал, что надо заканчивать на позитивный, но вот еще один фактор, ну и дай бог, что со временем и иностранные инвесторы к нам придут, и отток капитала закончится. — Единственное, конечно, вот разочарование ТНК-ПП, ну, к сожалению, тут уже, как говорится, и миноритарии ни от чего не застрахованы, но компаний достаточное количество таких. — Я понял, спасибо огромное, еще раз повторю, факторы-факторы-факторы добавляются, и главный фактор, ну и основных, наконец-то, наверное, все-таки к нам придет весна, тепло, лето, солнышко, и мы будем продолжать жизнь, радуюсь ей. Заканчиваю я мой эфир, благодарю вас, уважаемые коллеги, я напомню, в студии сегодня были Валерий Евдокимов, главный аналитик Нордая Банка, Олег Аберев, руководитель аналитического отдела в студенкомпании RecomTrust. Я прощаюсь с вами, уважаемые слушатели, всего хорошего, отдыхайте до понедельника, до свидания.